10 апреля у православных христиан начинается Страстная неделя, которая окончится светлым праздником Пасхи. Это время ознаменуется самым строгим постом, причем воздержанием не только от большинства видов пищи, но и от развлечений. Готовы ли жители Твери придерживаться ограничений? Как они понимают, что такое пост? Рассказываем прямо сейчас. Страстная неделя или Великая Седмица в этом году начинается 10 апреля. Если обратиться к истории, это 7 дней предшествующих Пасхи, во время которых вспоминается Тайние Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. К тому же это последняя неделя Великого Поста, и потому самое строго. Но все же ограничений нужно себе ставить по возможностям, говорит православный священник. Церковь благословляет поститься все-таки человека по мере его сил, по мере его возможностей. Строгий пост подразумевается и в сухое день, и варенье, без масла, даже без растительного, но и само собой разумеется без молочного, без яиц, без мясного. У людей, у которых по состоянию здоровья или необходимости, которые связаны с работой, этот пот облегчается. Самый строгий пост предписывается Великую Пятницу. В этот день принято отказываться от пищи. Безусловно, пост это не только духовная дисциплина, но и воспитание себя лично, силы воли и в какой-то степени разгрузка для организма. Мы поинтересовались у жителей Твери, а постятся ли они. Как выяснилось, большинству опрошенных нами горожан придерживаются ограничений в еде и даже развлечениях, что, кстати, тоже предусматривает пост. Однако полностью его соблюдают или имели таковый опыт около половины опрошенных. Православный христианин, скажу, за постами. Ну, так не очень строго, по состоянию здоровья уже года не позволяет. Но стараюсь придерживаться. И весить меньше стал, и как-то свободно себя чувствую. Ой, нет, я не соблюдаю. А почему? Ну, не знаю, так повелось. Ну, организм, как говорится. Наши предки-то из покол веков, кстати, этим занимали. Почистить организм после зимы. Конечно, оптимизирует мысли. Он же не только для питания. Я не придерживаюсь, честно вам скажу. Нет, я... Никогда не придерживаюсь. Ну, строго не придерживаюсь, но все равно себя лучше чувствуешь, если ты себе там все позволяешь. Ну, уже в силу возраста отказываешься от жирного, сладкого, такого-сякого. Уже в воскресенье, 16 апреля, православный мир отметит светлый праздник Пасхи. Сейчас время не только поститься, но и готовиться к празднику, украшать пасхальные яйца, печь куличи и Пасхи. Однако всем православным верующим священники напоминают, что Великий пост — это в первую очередь время отрешения от мирских дел, насколько это возможно, и общение с Богом. Его главное предназначение — духовно-нравственная подготовка к празднованию светлого Христова в воскресенье. Субтитры подогнал «Симон»